Всем привет, ребята, с вами Компот, и сегодня я вам покажу 5 секретных багов с алмазами в Майнкрафте. Быстрее ставь лайк и сохраняй это видео себе, ведь сегодня будут действительно полезные советы, которые помогут умножить тебе твое состояние в Майнкрафте до триллиарда миллиарда. Что ж, не буду томить, приступаем к ролику. 5 секретных багов, которые помогут тебе размножить твои алмазы. Поехали! Итак, сейчас я вам покажу первый баг с алмазами в Майнкрафте, который поможет вам их размножить. И в качестве доказательства я вам хочу показать, что я нахожусь на ванильной мерсе Майнкрафта без модов. Вот смотрите, 1.12.2. Итак, на самом деле, честно признаться, этот баг довольно-таки много людей знают у нас в Майнкрафте уже, он довольно-таки популярный. Но вдруг вы не знаете, поэтому начнем с этого популярного бага, а потом будем переходить к эксклюзиву. Что нам нужно для этого бага? Во-первых, поршень, во-вторых, нам нужна кнопочка, вот такой простой механизм. Строим и сзади мы ставим рамку. Потом берем наш алмазик чудесный, ставим вот рамку и какой принцип? Смотрите, когда мы нажимаем на кнопку, у нас ломается рамка и выпадает все так же один алмаз. Но, если в момент того, когда поршень будет закрываться, мы резко сломаем рамку, тут еще не с первого раза все получается, то, ребятки, мы получим 2 алмаза! Вот как я это только что сделал прямо сейчас! Но согласитесь со мной, это довольно-таки долго вот так вот по одному алмазику в рамку класть. Вот так вот еще не с первого раза все получается, как вы можете заметить, да, опа! Поэтому я вам советую взять все алмазы, которые у вас есть, добыть вот такой вот шалкер-бокс и опустить алмазы туда. Затем сломать. Вот, обратите внимание, тут лежит сейчас 64 алмаза. Мы ставим вот так вот, вот так вот и уже попробуем дюпнуть шалкер-бокс. Давайте я сделаю это. Опа! Опа! О, получилось! Получилось! Так, без склеек показываю 64 алмаза, 64 алмаза, ставим. Алмазов в стак тут лежит, ставим. Алмазов в стак тут лежит. Пожалуйста, 2 стака алмазов из воздуха. Это был самый простой и самый популярный баг, и что ж, погнали дальше. Второй баг с алмазами является уже более секретным, а о нем мало кто знает. В общем-то, я также нахожусь на ванильной версии Майнкрафт 1.12.2, вот доказательства. Мы с вами должны уже немножечко подсуетиться, а именно найти вот такой вот портал Вент. Теперь что мы должны сделать? Мы должны как-то убрать всю лаву снизу. Я наберу ее в ведра, потому что могу, вы можете, в принципе, застроить блоками. Теперь, смотрите, что мы делаем теперь. Теперь мы, естественно, активируем портал. Ну мы что, зря сюда пришли, что ли, елки-маталки? Поэтому давайте обязательно полностью его активируем. Готово, ребята. Теперь спускаемся в самый низ и ломаем вот тут вот блоки. Та-дам! Все, я расчистил все пространство. Обратите внимание, портал у меня работает. Вот доказательства. Теперь смотрите. Мы вниз ставим один из блоков, где вот он у меня. Вот сюда вот, допустим, я поставлю. И сюда также я поставлю табличку. Затем мы поднимаемся наверх, запоминаем блок, под которым у нас табличка. И ставим сюда лаву. Та-дам! Все, у нас тут есть лава, и как видите, она не растекается. Теперь кирку в зубы, ломаем тут один блок, ставим поршень. И смотрите теперь, что у нас получается. Это, естественно, еще не все. Теперь самый такой, знаете, муторный мой нелюбимый момент, такой самый неприятный, мы должны принести сюда осла. Да-да, не удивляйтесь, я за ослом. Давай-давай-давай, друг мой, иди-иди-иди-иди сюда. Сейчас ты мне дюбнешь алмазы, все будет хорошо. Все будет, да куда ты там, хватит железки жрать, пойдем сюда, я говорю. Ладно, на то осла зовут ослом. В общем-то, короче, обязательные факторы, чтобы этот баг получился. Это должен быть прирученный осел, у него должно быть седло, и обязательно у него должен сзади висеть сундук. И теперь мы кладем в этого осла все наши алмазы, которые у нас есть. Все, положили. Как видите, у осла есть свое здоровье. Давайте я вам это продемонстрирую. Вот, и мы должны оставить у него полсердечка, поэтому, увы, ах, бьем его. Короче, все, я вам хочу прямо сейчас продемонстрировать, что у осла осталось буквально пол хп. Теперь, смотрите, мы обязательно слезаем с него. Куда ты пошел? Только не в лаву, пожалуйста. Осел, с тобой очень тяжело возиться. Пожалуйста, остановись. Теперь, ребята, аккуратно двигаем его вот на этот самый поршень. Смотрите, мы его двигаем вот таким вот образом и нажимаем кнопку. Опа! Ребята, вы это видели, что прямо сейчас произошло? Я нажал на кнопочку, его нужно еще правильно разместить на поршне. И он улетел вверх. Он улетел вверх, вы, наверное, подумали, зачем ты грохнул осла? Это не стоило тех алмазов. Но, ребята, не спешите переживать. Мы телепортируемся, наш осел здесь, ребятки. И что у него тут? Давайте глянем. Стак наших алмазов. Извините меня, помните, он у нас сгорел в лаве. Телепортируемся назад. Так, я вернулся, ребятки. Мы бежим, бежим, бежим. Что я тут вижу? И посмотрите на это. Тут осталось с осла все. То есть вы поняли, да, по какому принципу это работает? То есть нет, сейчас я быстренько все объясню. У осла остается всего лишь половина сердечка. Мы его ставим сюда, вдавливаем вверх. Он одновременно сгорает и одновременно телепортируется у нас, как бы сюда. И тем самым у нас получается два осла. Первый сгорел и с него упали все предметы, в том числе и алмазы. А второй отправился благополучно у нас в эндер мир, так сказать, вместе с нашими алмазами. Вот так у нас и получилось два стака алмазов. Способ работает на очень много версий Майнкрафта, не только на 1.12.2. И ставьте лайк за то, что осел жив. Ну, наполовину. Ну, короче, все, третий способ. Что ж, ребята, третий способ, он изображен у меня на превью этого ролика. Если честно, этот способ я показывал на своем втором канале под названием «Пирожок с ничем, подписывайтесь, там тоже есть крутые ролики с вебкой». Ну так вот, я его показывал, этот ролик даже собрал 5 миллионов просмотров на моем втором канале. Способ реально крутой, после этого люди были в шоке. Я нахожусь на версии Майнкрафта 1.5. Ванильная. Там я показывал способ с алмазными блоками, но и с алмазами он тоже работает. Смотрите, встаем на какой-то блок, открываем чат и прописываем вот такую команду. Она будет находиться в описании этого ролика. Так что открывай описание моего канала, там много полезных ссылок, много полезной информации. Там я в соцсетях. И это команда. Прописываем ее, ставим, у нас появляется такой армор стенд, и у него в руках алмазы. В невидимых руках, но алмазы. Мы берем эти алмазы, и у нас их сколько, ребят? Сколько? Обратите еще раз внимание, ни фотошоп, ни монтаж, ничего. Вот, смотрите, 127 алмазов у меня прямо сейчас в инвентаре. 126, 125, 104, короче, я могу ровно 100 сделать. 100 алмазов ровно прямо сейчас у меня в инвентаре. И причем они потом не будут снова стакаться, то есть если я их разделю, все, у меня уже ничего стакаться не будет. И мы можем так бесконечно, ребятки, делать и полностью заполнить себе в инвентаре. Смотрите, хопа, хопа, вот так вот берем. И хопа, все, смотрите, сколько у меня алмазов. Это реально один из самых крутых багов. Я когда про него узнал, сразу же побежал снимать видео на второй канал, и оно взорвало YouTube. Просто взорвало 5 миллионов просмотров, набрало это видео, я просто в шоке до сих пор. Так что переходите на мой второй канал, да, там сейчас выходят ролики очень редко. Дело в том, что у меня сейчас очень мало времени, но скоро я постараюсь сделать все возможное, чтобы быстрее там выходили ролики и почаще, ребята. Все, переходим к следующему багу. Что ж, ребята, прямо сейчас я нахожусь на версии Майнкрафта 1.8.9. Этот баг для тех, кто любит поиграть на старых версиях, и если честно, когда я узнал, что такие простые баги, такие простые дюбы просто существуют, то, ребят, я был просто реально в шоке. Но такие баги есть. Конкретно этот баг позволяет нам дюпать алмазную броню. Посмотрите, у меня прямо сейчас в инвентаре находится сет алмазной брони, вы, наверное, думаете, чтобы его дюбам нужно страшные механизмы огромные поставить, но нет. Просто одеваем ее одновременно и одновременно выкидываем. Итак, раз, два, три. Не получилось. Давайте еще раз попробуем. Давайте, допустим, уже с нагрудником. Три. Получилось с нагрудником прямо сейчас на мне, ребятки, плюс в инвентаре. Теперь со штанами. Опа, получилось со штанами. И давайте пробуем с ботинками. С ботинками тоже, ребята, получилось. Осталось попробовать со шлемом еще раз. Все, со шлемом тоже получилось. И тадам, обратите внимание, у меня теперь два комплекта алмазной брони. Это просто трэш. Это реальный трэш, ребята. И мы переходим к пятому способу. Итак, ребята, мы с вами опускаемся все ниже и ниже. И теперь я уже дохожусь на версии Майнкрафта 1.7.10, также без модов. Да, я сам люблю поиграть на стареньких версиях Майнкрафта, поэтому никого не осуждаю. И давайте покажу, какой у нас на этот раз баг с алмазами. Мы строим вот такую вот небольшую площадочку из этого обсидиана. Ставим сюда сундучок, рядом ставим динамит. Теперь кладем в сундук алмаз. По какому принципу? Смотрите, мы поджигаем этот динамит и быстро наводим курсор на алмаз. Нажимаем 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. И у нас вот такой вот алмаз очень быстро скачет по инвентарю. И теперь мы поджигаем и должны супер быстро делать. Ё-моё, я не туда нажал, блин! Так, ребята, только что перепутал цифру 1 с буковкой Q. Случайно выбрисал алмаз, но ничего страшного. Я лох, мне простительно. Поджигаем заново. И сейчас всё должно получиться. Главное, не перепутать. Быстро кликаем, кликаем, кликаем. Ребята, вот оно получилось! Смотрите, алмазик! Ля-ля-ля, тополя! Всё, теперь у меня есть два алмазика. Это чудесно. И также я могу, по сути, с двумя же делать. Да, правильно, давайте проверим. И, слушайте, да, я так лучше могу вообще со стаком делать. Чё-то я думал, что это только с одним алмазом работает. Ну, да ладно. Давайте попробуем со стаком. Может быть, я вас обманываю, а я обманывать вас не хочу. Поэтому, ребятки, поджигаем. И я пробую. Всё, поехали. И, ребят, всё получилось. Да ну нафиг. Стоп, погодите-ка. Обратите внимание, ребятки, ко мне в инвентарь. У меня только один алмаз. Минуточку. Вон как оно работает! Не, всё-таки я правильно сделал, ребят, что перепроверил. Со стаком это не работает. Только поштучно. Что ж, ребята, вы, наверное, думаете, что это всё, но нет. Я хочу вам предоставить небольшой бонус за то, что вы досмотрели это видео до конца и поставили мне лайк. Итак, бонус. Если вы хотите узнать, как построить бесконечную алмазную ферму, которая вам будет производить бесконечно алмазов, то переходите на мой второй канал под названием «Пирожок с ничем» и смотрите там видео, как построить бесконечную ферму алмазов в Майнкрафт. Ну, а под этот прекрасный закат сегодня на канале Компот я вам объяснил, показал пять всяких различных багов с алмазами в Майнкрафте. Ну и также дал один бонус на канале «Пирожок с ничем». Так что смотрите мои видосы, наслаждайтесь, а с вами я прощаюсь, как раз эпичный закат. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.